Поистине вся хвала Всевышнему Аллаху, которого мы восхваляем. У Него мы просим помощи и прощения. Мы обращаемся за защитой к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных деяний. Кого Всевышний Аллах наставит на правильный путь, того никто не введет в заблуждение. А кого Он введет в заблуждение, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет истинного Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. А затем. Поистине самое правдивое повествование – это книга Всевышнего Аллаха. Лучшее руководство – это руководство Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Лучшие же из дел – это те, что привнесены в религию. И все, что было привнесено в религию, является новшество. А каждое новшество является заблуждением. И каждое заблуждение в огне. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима среди миров. Поистине ты достохвальный, славный. И даруй благодать Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ты даровал благодать Ибрахиму и семейству Ибрахима среди миров. Поистине ты достохвальный, славный. Наш урок в этот вечер будет продолжением цикла «Школа жизни». Это мой шарх, который я сделал на книгу Абу Аль-Фарраджа, Ибнуль-Джаузи. Да помилует его Аллах, которую он назвал «Охота за мыслью». Ибнуль-Джаузи был из числа самых известных проповедников. У него была удивительная и завлекающая речь. Он без подготовки говорил такие слова, до которых, по мнению слушателей, человек мог бы дойти только после больших усилий. И, как правило, ученые-проповедники лучше всех знали болезни людей. Поэтому в речи ученого, который общается с людьми, есть такая красота, которую ты не найдешь в речи того, кто заперся в библиотеке. Запершийся в библиотеке имеет дело с информацией. А ученые-простых людей, живущие среди них, такое используют, как говорят некоторые ученые, правильные доводы в правильном месте. В этом разница между ученым, общающимся с простыми людьми и просто ученым. Поэтому ты найдешь в его фетвах такую легкость, красоту и ясность, посредством которых разрешаются все проблемы, в отличие от тех, которые не жили среди людей и не сталкивались с их проблемами так, как сталкивался он. Знания – это две вещи. Первое – правильный довод. Второе – и это труднее – применить довод в нужном месте. Сколько фетв в ученых, которые могут погубить целую страну, при том, что их знание правильное, но они применили его неверно. Вот посмотрите на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он укрепился в Медине, и ему подчинились как ближние, так и дальние. И он был в состоянии сделать то, что захочет, и имел для этого силы и средства. И при всем при этом он сказал Аише, «О Аиша, если бы твой народ не был недавно принявшим Ислам, я бы разрушил храм и вернул его на фундамент Ибрагима». Что заставило его не разрушить строение Каабы и не построить ее заново так, как построил Ибрагим? То, что люди возвеличивали Каабу. И он побоялся, что разрушение Каабы приведет к тому, что пропадет у людей это возвеличивание. Несмотря на то, что он посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и все, что он делает, он делает по велению откровения, все равно он уделил этому внимание и взял это в расчет. Однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел в мечети, и к нему пришла одна из его жен, и кажется, это была София, он встал с ней рядом с дверью мечети, разговаривая с ней. И в этот момент там проходили двое ансаров. И когда они увидели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с женщиной, стали идти быстрее. И он сказал им, не спешите, это София. То есть это его жена, а не посторонняя женщина. Поэтому пусть никто не говорит, моей чести ничего не коснется. И что никто не может подумать обо мне плохо. Ведь это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и вместе с тем он говорит им, не торопитесь, то есть не ускоряйте свою ходьбу, это София. И они сказали, причисто Аллаху, посланник Аллаха. То есть как мы можем в тебе сомневаться? И он сказал, я побоялся, что шайтан вбросит в ваши сердца зло, и тогда вы погибнете. Что может вбросить шайтан? Плохие мысли о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. А это погибель. Плохие мысли о пророке, это погибель. Как сообщается в достоверном хадисе, что однажды Дульху Вейсира пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он делил трофеи Хунейна. И этот человек не нашел для себя того, чего желал. И он сказал, о, Мухаммад, поступай справедливо, ибо ты поступил несправедливо. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, горе тебе. Кто же на этой земле будет справедлив, если я не буду справедлив? Ты потерпел убыток и неудачу, если я поступаю несправедливо. Это правильные слова хадиса, правильный и точный риваят. А то, как обычно рассказывают люди, вы потерпели убыток и неудачу, если я поступаю несправедливо. Эти слова неверные, противоречат правильному смыслу. Но когда говорится, ты потерпел убыток и неудачу, то смысл сходится. То есть, в чем грех того, кто ничего не сделал? В чем грех его брата? И ученые сказали, что верный вариант – это ты потерпел убыток и неудачу. То есть, ты потерпел убыток и неудачу из-за своего плохого предположения о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому плохие мысли о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, погибе. Ученые, которые общаются с людьми и знают их боли и беды, может использовать правильный далиль к месту. Ибн-Уль-Джаузи был именно из таких ученых. Он назвал свою книгу «Охота за мыслью», потому что он охотился и ловил лучшие мысли из того, что видел за прожитую жизнь и из прожитых испытаний людей. И опыт имеет шариатскую основу, и можно поступать в соответствии с ним. И на это есть далили в шариате. Первый далиль, и он самый известный, и вы все его знаете, содержится в истории о Ми'раде, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был вознесен на небеса и встретился там с Мусой, алейхи вассалям. И Муса спросил его, «Что тебе велел твой Господь?» И он ответил, «Он велел мне совершать 50 молитв в течение суток». И Муса сказал, «Вернись к своему Господу и попроси его об облегчении, потому что твоя умма не сможет. Я уже испытал людей до тебя». Вот в этом довод на нашу тему. Я уже испытал людей до тебя. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несколько раз возвращался к Аллаху, прося облегчения, пока молитва не стала пятикратной, но с наградой, как за 50 молитв. И Муса, алейхи вассалям, сказал, когда дошло число намазов до пяти, «Попроси у своего Господа облегчения, то есть еще». Будто Муса, алейхи вассалям, увидел будущее и знал, что огромное число людей из этой общины будут оставлять молитву. Вы не видите этого среди мусульман? Пять молитв в течение дня и ночи, и при этом они относятся к ним халатно и оставляют часть из них. А что же было бы, если бы их было 50? Поэтому он сказал, «Я уже испытал людей до тебя». И он привел ему в довод опыт, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принял это от него. Второй довод – кормление гиль. Сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил это. А что такое кормление гиль? Это когда женщина кормит ребенка грудью, являясь беременной. И ее беременность влияет на качество молока, что, в свою очередь, влияет на здоровье ребенка. И в обоих сахихах приводится хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он запретил гиль и гильян. А потом разрешил его. И сказал, «Я увидел, что персы и римляне так поступают, и это им не вредит». Получается, он принял в довод опыт. И Всевышний Аллах сказал, «Скажи, странствуйте по земле и смотрите, каким был конец тех, кто жил прежде». Большинство из них были многобожниками. И Аллах велел нам вернуться к опыту прошлых общин. И все истории, которые пришли в Коране, это истории прошлых общин, которые были до нас. Возвращаемся и смотрим, что их погубило, и сторонимся этих вещей. Как они получили величие и власть на земле. И поступаем так же. Это цель изучения истории из Корана. И также цель в том, чтобы укрепить сердце. Как сказал Всевышний Аллах, «Мы рассказываем тебе истории о пророках, посредством которых укрепляем твое сердце». И я выбрал для вас одну мысль из этой прекрасной книги, чтобы сделать для этого лекцию. И, возможно, вы много раз слышали эти лекции на канале Аль-Хикма под названием «Школа жизни». И это, как я уже сказал, название моего шарха на книгу Ибн-Уль-Джаузи. Ибн-Уль-Джаузи говорит, и также те братья, которые здесь, я прошу вас, чтобы вы слушали меня своими сердцами, а не только ушами. Потому что тот, кто слушает только ушами, но не обращает своего сердца, он как будто бы ничего не слышал. И прибегаем к Аллаху от того, чтобы быть такими, которых Аллах, Субхану Ау-Та'аля, имел в виду в своих словах, поистине худшие из живых существ перед Аллахом глухие и немые, которые не способны понимать. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Возьми этот аят и поставь рядом со словами многобожников, которые приведены в той же суре. Они говорят, мы уже слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто подобное этому. Хорошо, вот те, которые не слышат, как сообщил о них Аллах. Они же сами сказали, что они услышали. Дело в том, что они слышали ушами и только ими. Но не обратили к этому своих сердец. Почему мы говорим это? Потому что Ибн-Уль-Джаузи обладает изящным стилем, которым он излагает свои мысли. И если ты не будешь слышать своим сердцем, то некоторые его выражения останутся для тебя неясными. Я знаю, что там будут некоторые сложные выражения, но я их разъясню по воле Аллаха в шархе. И я назвал эту мысль цена рая. Ибн-Уль-Джаузи говорит, кто представит себе вечную жизнь в раю, безмятежность без печали, наслаждение без остановки, осуществление каждого желания души. И даже больше этого, чего не видела око, о чем не слышала ухо и что не приходило на ум. Без изменения и без конца. Ведь нельзя сказать, что это миллион или сто миллионов лет. Если человек станет отсчитывать миллионы лет, то не закончит свой счет. Но у него все равно есть предел, а вечная жизнь, она бесконечна. Но начнется она только по завершении этой жизни. Жизнь длится в редком случае более ста лет. Пятнадцать из них детство и неведение. Последние тридцать после семидесяти, если дожить до них, слабость и немощь. Половина средней части это сон. И еще какая-то ее часть еда, питье и заработок. Отсеянное предназначено для небольшого поклонения. Но и как тут не продать такую короткую жизнь за жизнь вечную. Отказаться от участия в такой сделке это чрезмерный недостаток ума и недостаточная вера в обещание. Кто действительно знает, как заключаются торговые сделки, тот и указывает направление. Обучает тому, что пригодится в пути и предостерегает от разбойников на дороге. К некоторым практикующим аскетизм, Иблис пришел с бедами, самая большая из которых отвращение их от знания. Он словно погасил светильник, чтобы обокрасть их в темноте. Он даже взял некоторых великих ученых и повел их туда, куда знания запрещают идти. Например, я видел, как Абу Хамид Ат-Туси в одной из своей книги рассказывает о себе. Посоветовался с одним суфийским наставником насчет постоянного чтения Корана, и он запретил мне это, сказав, твой путь разорвать всякую связь с этим миром. Твое сердце должно освободиться от жены, ребенка, имущества и знания. Их наличие и отсутствие должны стать для тебя одинаковыми. Затем уединись в келье и ограничься обязательными и постоянными поклонениями. Сиди с пустым сердцем и постоянно повторяй «Аллах, Аллах!» пока не обретешь состояние, при котором это слово будто останется на твоем языке, даже когда он неподвижен. Затем жди божественных озарений, каких удостоились пророки и святые угодники. Я уже не удивляюсь тому, кто произносит такие слова, но удивляюсь тому, кто принимает их, имея знания и понимание. Разве прерывают путь отвращением от чтения Корана? Разве пророкам внушалось то, что внушается посредством практик и стараний? Можно ли доверять тому, что обнаруживают эти пути? И потом, что им внушается? Познание сокровенного или божественное откровение? Все это игры Иблиса с этими людьми. А их видения могут быть либо от меланхолии, либо от Иблиса. Поэтому ты должен приобретать знания и изучать жизнеописания предшественников. Хотя бы один из них делал что-либо из перечисленного или велел делать? Они занимались только Кораном и знаниями. И это указывало им на то, как исправить и очистить себя изнутри. Просим у Аллаха полезных знаний и защиты от врага, ведь Он всемогущий. Как я уже сказал, в словах Ибдуль-Джаузи есть неясность. Но при этом сама мысль ясна. Он хочет сказать о идущий. Сколько лет ты проживешь в этой дуне? Когда-то люди жили очень долго. Когда Аллах послал Нуха к его народу, сколько лет он провел среди них, призывая к Аллаху? Тысячу лет без пятидесяти. Почему в аяте пришло именно такое число? Почему не пришло девятьсот пятьдесят лет? Потому что люди, как правило, приводят число к ближайшему нулю, или вверх, или вниз. Вот говорят, девятый час без двух. И если тебя спросят, ты не сможешь сказать просто девять часов. Но если тебя спросят точное время, какая именно минута, тогда только ты скажешь девять часов без двух минут. Но, как правило, мы округляем число и не уточняем. И приближаем к ближайшему круглому числу. Если сейчас девять без двух, говорим девять. Поэтому, когда я слышу тысячу лет без пятидесяти, пусть никто мне не говорит, что это девятьсот пятьдесят три или девятьсот сорок девять. Конкретно тысячу лет без пятидесяти. И все это время он призывал к Аллаху. Хорошо, призывает ли тот, у кого нет для этого подходящих качеств, или же он должен быть взрослым? Он должен быть взрослым человеком. И вот если он девятьсот пятьдесят лет только призывал, представляете, сколько лет проживали люди народа Нуха? Восьмидесятилетний человек считался маленьким ребенком. Но вот так это получается же. Когда звали детей во время игр, могли сказать, пусть подойдут те, кому по сто лет. Потому что столько проживали люди в ту эпоху. Они жили очень долго. И также они обладали большой физической силой до такой степени, что они могли выбивать свои дома из скал. брали скалы, ломали их на куски и работали с камнями, будто это глина. Представьте, какая у них была сила, что они могли руками раскалывать скалы. Вот так. И со временем люди становились все меньше и меньше. С тех пор, как был создан адом ростом в шестьдесят локтей, как сказал пророк, салаллаху алейхи ва салям. Люди не перестанут становиться меньше досудного дня. Мы последняя община. После нас не будет другой общины. Проживаем короткие жизни. И сказал пророк, салаллаху алейхи ва салям, как привел от Тирмези и другие, средний возраст моей уммы между шестидесятью и семидесятью. И мало кто проживет больше. Большинство людей умирает между шестидесятью и семидесятью. Мало кто проживает дальше, до восьмидесяти девяносто. И дальше все меньше и меньше. Хорошо. Вот в нашей общине, в которой люди проживают так мало, 60-70 лет, что можно сделать за этот срок? Он только успеет вздохнуть и выдохнуть. И на этом все. Если сравнивать с прошлыми общинами. Мы последняя община, которая пришла на эту землю. Но мы первая община в стремлении к Аллаху. Как это получается? Поэт сказал, кто подобен твоей игривой походке? «Идешь спокойно и приходишь первым». И как это ты идешь медленно, но приходишь первым? Нет ли слова поэта? Кто подобен твоей игривой походке? Идешь спокойно и приходишь первым. «Да, твой возраст короткий». Но Аллах дал тебе такие дела, награду за которую не могли получить первые общины. И приведем пример по случаю месяца Рамадан, так как сейчас Рамадан. Сегодня какой Рамадан? 11 Рамадана. 1432 год. Допустим, ты дожил до 15 лет. И умрешь в 62 года. Получается, сколько Рамаданов ты будешь поститься? 47 Рамаданов. И ты будешь стараться и усердствовать, и не спать 10 последних ночей. И ты ведь застанешь ночь предопределения, не так ли? Ты обязательно ее застанешь. 100%. Не 99,999 или что-то еще. Нет. Та цифра, которую мы сказали, 100%. Круглая цифра. А Аллах в Коране сказал, ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Тысячи месяцев это сколько? 38 лет и несколько месяцев. И то, что эта ночь лучше тысячи месяцев, означает, что за поклонение в одну эту ночь ты будешь записан у Аллаха как поклонявшийся 38 лет. 38 на 47, сколько выходит? Три тысячи с лишним лет. Если человек из народа Нуха, алейхиссалям, поклонялся Аллаху тысячи лет, то ты его можешь опередить или нет? Можешь опередить только одной ночью. А у тебя еще пять ежедневных молитв, хадж, умра, пост, призыв к одобряемому и запрет порицаемого, садак обеднику. И у тебя столько может быть благих деяний, что ты не сможешь их сосчитать. Ты опередил только лишь одной ночью. Получается, что в деяниях мы впереди? Несмотря на то, что наша жизнь коротка, вот мы привели в пример того, кто умрет в 60, не в 70, 80 или 90. Давайте высчитаем эту программу, о которой говорит Иль-Нуль-Джаузи. Допустим, ты проживешь 100 лет. Давайте, торговцы, посчитаем. Вот когда вы считаете 1968 умножаем 5423. Сколько выходит? И выводите счет. Я вам просто пример привел этих цифр, как это делают торговцы, так же? Вот когда ты коммерсант, который занимается торговлей, и любой торговец в этой дуне до того, как начинает вести какое-то дело, мы же в мечети Асфур. Так ведь? Здесь же сидят бизнесмены и люди, которые понимают, о чем речь. Сначала он должен понять, где ему открыть точку. Где больше покупательской способности? Нельзя же открывать магазин алмазов, в котором одно кольцо стоит 10 тысяч джиней в какой-то деревне? Я тогда буду сумасшедшим, верно? Конечно, ненормально. Нельзя же в среднем магазине для обычных людей продавать декор за 100 тысяч. Нет. Сначала надо посмотреть виды товара, выбрать, а потом понять, где продавать. Где будет на этот товар покупатель. Возможно, где-то не будет покупателя, не будет у людей на это денег, потому что товар для них дорогой слишком. Я знаю одного человека, сегодня он считается миллионером. Знаете, чем он торговал? Ванными тапочками. Пластиковыми тапочками. Почему? Потому что вся его торговля была в деревнях. Тапочки стоили четверть джиней, и он был в состоянии привезти 100 контейнеров этого товара и продавал их за секунды. Он не стал покупать обувь за тысячу и пытаться это продать деревенским людям. И не пытался им пропихнуть такой товар. Потому что в таком случае, значит, он ничего не понимает в торговле. Поэтому до того, как я хочу что-то продать, я сначала должен составить правильный план. И все творения естественным образом имеют эту жизненную программу. Они так сотворены. И я подчеркиваю, все творения, чтобы привести пример животных. Например, если ты ездишь на осле и перед тобой канал с водой шириной в 2 метра, и ты хочешь перейти его на осле, осел у тебя послушается? Даже если ты сдерешь с него кожу, он не послушается. Потому что знает, что не сможет. Он просчитал в своей голове, что он не сможет. Люди думают, что осел – это просто осел. Нет, осел не осел. Осел умный. Поэтому люди оскорбляют осла. Осла похвалили только за одно его качество. Говорят, осел. Помимо этого, постоянно поносят осла. Нет, осел не осел. Осел умный. Он не провалится. Почему? Потому что у него есть программа, которая ведет его к тому, что ему нужно, и к тому, что поддерживает его жизнь. Любое творение в этой жизни. Даже муравей. Они же строят себе жилище. Им же это нужно, правильно? Кто привел их к этому? Аллах сказал. Фараон сказал. Кто же ваш господь, о Муса? Муса ответил. Наш господь – тот, кто предал облик всему сущему, а затем указал путь. Вот ты быстро едешь на машине, и перед тобой пробегает кошка. Что она делает? Ты же можешь ее раздавить. Но она спасается, убегая к ближайшему безопасному месту. Если дорога широкая, сорок метров, и машины туда-сюда ездят, она не будет перебегать, вернется на тротуар. Для чего это все? Для спасения своей жизни. А как же человек, которого Аллах выделил наличием разума? Поэтому обязательно должна быть жизненная программа. Какой самый дорогой товар в этой жизни? Твои годы. Не деньги или что-то там еще, а твое время. Потому что от того, куда ты его вложишь, зависит твое ахира. Именно время. И, к сожалению, несмотря на то, что это самый ценный товар, большинство людей тратят его впустую. Сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, как это пришло в хадисе Ибн Аббаса, с которого начал Аль-Бухари главу Ар-Репаq в своем Ас-Сахихе. Две милости, в отношении которых большинство людей в убытке. Здоровье и свободное время. Большинство людей в убытке в здоровье и свободном времени. И вот посмотрите, как все рассчитал Ибн Аль-Джаузи. Он говорит, вот ты проживешь сто лет. Это твой капитал. Из них 15 лет детства и невежества. То есть до совершеннолетия. А 30 лет после 70 – болезни. После 70 лет ты все чаще и чаще находишь у себя болезни без причины. Одного больного человека спросили, на что ты жалуешься? Он ответил, на свои 80 лет. То есть его болезнь в том, что ему уже 80 лет. И тот, кто доживает до этих лет, жалуется без болезни. Поэтому чаще всего после 70 лет человек начинает болеть. Его постигает немощность. Плюс 15 первых лет. И выходит, сколько? 45. Сколько осталось? 55. Вот я считал за много лет до того, как прочитал это у Ибн Аль-Джаузи. И взял за образец человека, который умрет в 60 лет. За сколько лет он будет отчитываться в судный день? Убираем 15 лет до взрослой жизни. Пока он ребенок. И 8 часов сна каждый день. Получается минус 20 лет. Конечно, в эти 20 лет входит сон детства. Ну а чтобы приблизительно вам сказать и вывести круглую цифру, грубо посчитаем. 20 плюс 15 получается 35. Сколько осталось? 25. Допустим, 30. Вот за эти 30 лет раб будет отвечать перед Аллахом в судный день. 30 лет, что ты делаешь? Тебе приходится есть, пить и так далее. И остается для поклонения что-то мизерное. Хорошо, вот за этот мизер, что в Ахирате? За это в Ахирате либо рай, либо ад. Прибегаю к Аллаху от ад. Давайте вернемся к раю, о котором говорил Ибн-Уль-Джаузи, чтобы разъяснить ничтожность этой дуни. Что самое дорогое в раю? Что подняло его цену и так сильно возвысило? Не гури, нет. Это взгляд на Аллаха, субханаху и та'аля. Ведь он сделал этот рай таким и сделал цену за него высокой. Хорошо, представьте, что мы считаем. И давайте посчитаем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васселям, как в этом сообщается в обоих сахихах, сказал, «Из числа тех людей моей общины, которые будут сильнее всего меня любить, есть человек, который будет желать увидеть меня даже ценой своей семьи и своего имущества». Вот такой больше всех любит пророка, саллаллаху алейхи васселям. Человек, который желает меня увидеть даже ценой своей семьи и имущества. «Самый богатый человек в Дунье». Сколько у него миллиардов? Сколько? 70 миллиардов? Да это же бедняк. У кого 70 миллиардов – это бедолага. Нет, нам такое не подходит. Это какой-то бедолага. Нам нужен такой, который относится к самым богатым в этой Дуне. Такое, знаете, допустим, у него будет триллион. И доктор Баракат Атиф Аибад, прошлый премьер-министр, научил нас словам миллиард, триллион и так далее. Раньше мы говорили и тому подобное. А теперь научились миллиардам и так далее. И вот представим, что у человека триллион. Мусульманин, у которого триллион. И он женился на четырех женщинах. И Аллах дал ему Барака в потомстве. И каждая родила ему 12 детей. Окей? 12 умножаем на 4. Сколько выходит? 48. Так? И у него триллион. Так ведь? И он мусульманин. И представьте, что кто-то предложит ему сделку. Давай ты отдашь твой триллион. И отдашь всех своих детей. И за это ты увидишь пророка, саллаллаху алейхи ва салям, только лишь один раз. Как ты на это смотришь? Как тебе сделка? Отдаешь все. И один раз видишь за это его лицо. Или посчитаешь, что это слишком много для тебя? Вот это и есть суть хадисы. Из числа тех людей моей общины, которые будут сильнее всего меня любить, есть человек, который будет желать увидеть меня даже ценой своей семьи и своего имущества. Готов отдать все, чем владеет. И все дети его умрут, или он потеряет их, любым образом. И за это он увидит лицо пророка, саллаллаху алейхи ва салям, один раз. Дорого это? Хорошо, а что, если я тебе скажу, сколько ты готов заплатить за то, чтобы увидеть лик Аллаха? Посчитайте. Как хотите, считайте. Платишь, чтобы увидеть своего Господа. Ты не увидишь своего Господа, если не зайдешь в рай. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, и знайте, что вы не увидите своего Господа, пока не умрете. Мусс, алейхи салям, когда попросил увидеть Господа в Дунье, и сказал, о мой Господь, покажись мне, чтобы я посмотрел на тебя. Он сказал, ты не увидишь меня, но посмотри на гору. И если она устоит на месте, то увидишь меня. Когда Господь его явил себя горе, он сравнял ее с землей. Один раз лишь показался. Не гнев. Потому что никто не устоит перед гневом Всевышнего Аллаха. И ничто перед ним не устоит. Он всего лишь один раз появился для горы, которая сильнее нас. Мы из крови и мяса. И вот гора не выдержала, когда Господь миров показал себя ей. Вы не увидите своего Господа, пока не умрете. А вот эти слова, которые приписываются Рабиа аль-Адавия, и некоторые повторяют их, некоторые считают хорошими, считают эти слова золотыми, будто они откровения. Это все грубая ошибка. И ей приписывают. Но я не думаю, что она сказала эти слова. Но если сказала, то совершила самую тяжелую ошибку. И якобы она сказала, о Аллах, если я поклоняюсь Тебе, желая Твоего рая, то лиши меня своего рая. А если поклоняюсь Тебе из страха перед Твоим адом, то сожги меня в Твоем аду. Но если я поклоняюсь Тебе ради Твоего лика, то не лишай меня своего лика. Это противоречивые слова. Потому что она не увидит его лика, пока не зайдет в рай. И как она говорит, что если я поклоняюсь Тебе из-за рая, то лиши меня рая. Так как же она увидит лик Аллаха, если не зайдет в рай? Если не ограничить рай одними лишь гранатами, фруктами, пальмами и так далее. Но рай не таков. Рай намного дороже этого. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и ассалям, сообщил, как это приводится в хадисе Сахля ибн Саада, это будет доволен им Аллах. Сахих. Плетка одного из вас в раю лучше Дунии и того, что в ней есть. Хорошо. Дуния и то, что в ней есть. Если посчитать, сколько выходит? Самый дорогой метр в Каире сколько стоит? Самый дорогой квадратный метр в Каире стоит сколько? Вы же бизнесмены. Говорите. Я все, что знаю, это метр за две тысячи и все. Самый дорогой метр. Пятьдесят тысяч? Хорошо, давайте я подниму и скажу, что самый дорогой метр в Каире стоит миллион. Просто для примера. Вот метр рядом с пирамидами. Сколько стоит? Спросите, сколько стоит. Или земля у такой-то и такой-то реки. Сколько это будет стоить? Назовите, как хотите. Посмотрите, сколько будет стоить. Сколько будет стоить Форс Холл, Пан Хеллс и другие подобные. Сколько они будут стоить? Давайте возьмем Щубра Аль Хаир. Возьмем самую длинную улицу в Щубра Аль Хаир. Какая самая длинная улица? Улица 15 мая. Возьмем оттуда сто домов. И сколько стоит постройка домов, земля, сама улица, и если все посчитать, сколько выйдет? Миллиард. Это всего лишь улица. Возьмите улицу Скаира. Улица, улица, дом, дом. И сколько будет стоить ремонт, все провода, трубы и так далее. И сколько будет стоить одна улица? И дальше возьмите целый город, область, Африку и весь мир. И вот если бы один человек владел всем этим миром, и все бы ему подчинялись, если поднимает свой палец, все встают по стойке смирно. Пусть будет как Фераун, и люди поклоняются ему вместо Аллаха. Кажется, нет большего высокомерия. Если ему поклоняются, что может быть больше этого? Потому что поклонение – это высшая степень унижения. Получается, он хозяин всего мира. Никогда не болел. Что бы ни пожелал, получил это. Прожил миллион лет. Представьте любого человека, который владеет всем миром. Вот представьте, все это не стоит одной плетки в раю. Люди убивают друг друга из-за этой дуньи. А плетка, как палка, которой ты можешь ударить. Какая у нее ширина? Мне кажется, все должны знать. Речь же идет о деревянной палке, которую все мы знаем. Какая у нее ширина? Два-три сантиметра? А длина? Метр? Три метра даже не будет. Два сантиметра на метр. И если ты рукой опрешься на эту палку, поставив ее на землю, что ты можешь с ней сделать? Ты можешь встать на нее своими ногами? Ты не сможешь на ней стоять, если, конечно, ты не работник цирка. Только так. Только циркачи знают, как можно устоять на палке. Если ты захочешь купить дом, я тебе предложу участок три сантиметра на метр. Это же не хватит ни на какой дом, верно? Представьте эту дунью так, как я ее начал считать. Она не стоит три сантиметра на метр в раю. И как ты после этого можешь пожертвовать раем и тем, что в нем, за наслаждение одного часа? Разве сделавший такое обладает разумом?